Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Владимир Гольштейн, я нахожусь в студии за операторским пультом и сейчас на связи у нас Игорь Цесарский и мы начинаем нашу традиционную программу радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Володя, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня несколько необычный эфир. Дело в том, что я буду у микрофона сам по себе, не потому что нет тех собеседников, которых можно было бы вам представить, многих из них вы знаете, с кем-то еще, я думаю, познакомитесь. Дело в том, что мне хотелось бы затронуть некоторые темы, рассмотрение которых мне бы интересно было знать и ваше мнение. То есть этот эфир будет включен сразу в прямую сеть, скажем так, мы готовы принимать ваши звонки не со второй части программы, как это случается обычно, а с самого начала. Ну, для начала несколько слов о том. Да, кстати, Володь, напомни, телефон. Да, телефон прямого эфира для наших радиослушателей 847-400-5200. Еще раз 847-400-5200. Мы ждем ваших звонков в любой момент. Пожалуйста, как только Игорь закончит очередную фразу, когда мы будем вести программу, мы тут же примем ваш звонок, так что, пожалуйста. Да, замечательно. Итак, вот о чем бы я хотел сказать. Ну, вот в наступающем сентябре будет уже 24 года с момента того, как я открыл свою первую газету. Она была бумажная газета, называлась «Русский акцент», а затем последовали и другие газеты. И в настоящий момент медиагруппа «Континент» издателем и главным редактором, которой я являюсь, издает по-прежнему несколько печатных изданий, то бишь на бумаге. И несколько сайтов в ежедневном режиме работают в сети. Также у нас десятки групп в социальных сетях, также у нас рассылки, которые, я думаю, кто-то из наших слушателей получает у себя, так сказать, дома. Каждый второй день, то есть понедельник, среда, пятница у нас делаются рассылки, где лучшие материалы, ну, на наш, естественно, взгляд, наиболее интересные представляются вам для того, чтобы вы заглянули на сайт лишний раз, почитали. Ну, естественно, те, кто опять же сегодня слушает, знают про радиоблог, который я веду, встречаясь с какими-то своими собеседниками, надеюсь, интересными. И есть еще ТВ-клуб «Континент», о котором я тоже говорил и не раз, где также идут записи тех или иных встреч. Правда, там это делается не в прямом эфире, но мы, серьезно, мы с цензурой не занимаемся. Все как получается, так и получается, потому что для нас важно сохранить то, что сказано, и если слово, хоть оно не воробей, но оно уже выскочило, то так тому и быть. Значит, если это получается иногда и по Фрейду какая-нибудь оговорка, ну и бог с ним. Я думаю, это нам простят, а не простят, так тоже бог с ним. Вот, что бы я хотел сказать. У нас, вот основная наша интернет-газета, правда, это скорее даже интернет-газета, я бы не хотел это называть в будущем, это все-таки интернет-издание, скорее. Оно называется «Континент», и звучит оно так «Континент USA.com». Так вот, на «Континент USA.com» выходят наиболее значительные какие-то наши публикации именно публицистического свойства. Там много аналитики, много материалов, которые дают какой-то фактаж по Америке прежде всего, по Израилю, по другим странам. И вот на этом сайте грыдут перемены. Перемены – дело такое непростое, но тем не менее мы надеемся, что это перемены, которые исключительно от хорошего еще к более хорошему. То бишь мы надеемся на лучшее. Лучшее в смысле чего? Мы хотели бы запустить в первую очередь, и это будет буквально днями сделано, рубрику, которая называться будет «Америка-2020». Итак, «Америка-2020». Ну, я думаю, проницательные радиослушатели понимают, о чем я. Мы ждем следующего года, мы ждем президентских выборов, от которых, наверное, будет очень многое зависеть в будущем страны, где мы живем, с которой связаны все наши, в общем-то, надежды, надежды на лучшее будущее собственное, наших детей, внуков, правнуков. Поэтому мы хотим, чтобы страна двигалась вперед, мы хотим, чтобы как можно все было гармоничней, как можно лучше была ситуация в экономике, чтобы меньше было всевозможных конфликтов и так далее. Но это в идеале, а не в идеале вы прекрасно знаете, что идет очень серьезная борьба. Она уже началась. Мы наблюдаем за тем, как члены демократической партии, уже в своих каких-то первых начальных праймерис, они, в общем-то, заявляют о своих амбициях, о том, что они хотят бросить ту самую перчатку нынешнему президенту, республиканцу Дональду Трампу. И мы понимаем, что это только начальная стадия. Я думаю, что буквально вот как только закончится летний сезон, начнется жесточайшая борьба внутри за вот то самое первенство. Ну, а потом, ожидаемо, будет очень-очень много всего, уже когда непосредственно сойдутся на финишной прямой нынешний президент. И тот, кто вот из нынешних его оппонентов Демпартии, в общем-то, пройдет на ту, то есть пересечет первым ту финишную черту и, собственно говоря, сойдется в рукопашный, скажем так, с нынешним президентом. Вот. Ну, не секрет, что на этой волне, на которой, в общем-то, делается передача, что я веду, и я, и многие ведущие, которые здесь работают или сотрудничают с этим радио, дают свои симпатии нынешнему президенту Трампу. Ну, по ряду причин. Во-первых, скорее всего, потому, что этот президент имеет ту повестку дня и, насколько это возможно, он эту повестку дня притворяет в жизнь. Соответственно, эта самая повестка дня в большей степени устраивает тех, еще раз скажу, ведущих, и меня в том числе, этой волны. Но это не значит, что то же самое происходит и в других средствах массовой информации. Мы прекрасно осведомлены, что, наверное, процентов 90 всех СМИ в Америке, они с уклоном влево, с большим, с малым, но они чаще всего становятся идеологическим рупором в демпартии. То есть, может быть, еще, скажем так, некоторое время назад ситуация была иной. Можно было говорить о больших, серьезных газетах, которые проводили серьезные расследования, которые старались быть все-таки над схваткой политиков, которые могли быть объективны как к одной стороне, так и к другой, доискиваться до правды, то есть, вести себя как журналисты, а не как агитаторы. Сейчас, к сожалению, даже такие глобальные издания, как и уважаемые, некогда, как как Нью-Йорк Таймс, как Вашингтон Пост, они в целом утратили вот то свое, в общем-то, наработанное многими годами, и там были славные имена, действительно, в журналистике. Все это ушло, развеялось как пыль, там осталось что? Осталась сплошная агитация, осталась сплошная пропаганда, осталась ругань, которая с 24 часа идет по телеканалам, которые относятся к левым каналам, таким как MSNBC, CNN и другие, а газетные публикации, естественно, уделяют особое внимание всем негативным по их убеждению моментам в президентстве Трампа и там не осталось людей, которые зададут какой-то вопрос относительно того, лучше стала ли Америка за те несколько лет, что 45-й президент на своем посту, хуже ли она стала, для них этого вопроса нет, для них Трамп это однозначное зло, с которым надо покончить как можно скорее, но вот импичмент не получается, значит есть те самые 2020, вот эта цифра 2020 и там несомненно будут брошены все виды войск. Игорь, а можно я включусь, да, вот если вы позволите в разговор, у меня есть один вопрос, он заключается вот в чем, вот вы говорите, да, что средства массовой информации в сегодняшней Америке в массе своей на стороне, как я понял, демократической партии, левые взгляды, а с чем это связано, ведь у республиканцев наверняка они меньше финансовый ресурс, чем у демократов, они что, не уделяют должного внимания по каким-то причинам, инвестициям в свой пиар, в чем дело, почему так? Я часто задавал себе этот вопрос, почему так случилось, ну вот то же самое можно, можно опять же вопросом на вопрос, а почему в образовании такое произошло, вот так уж получается, что люди консервативных взглядов, они ну в большей степени обладают самодостаточностью и у них меньше остается времени, желания и так далее на то, чтобы тратить свое ценное время и вкладывать его в то, что значит, ну назовем это так, опять же, в пропаганду своих идей и в то, чтобы как можно больше людей приняли. Но разве у республиканцев нет профессиональных политтехнологов, которые понимают важность поддержания серьезного системного наивные людей? Они есть, но дело в том, что весь мир это явление происходит не только в Америке. Тут надо глубже смотреть. У нас звонки есть. После военного периода рассматривать, почему вот этот произошел крен. Да, у нас есть звонки, можем принять. Звонки, пожалуйста. слушаем вас в эфире. Я уже пробовал задавать этот вопрос, меня зовут Борис. Я не могу понять, почему за два года РАМ не создал какие-то свои средства массовой информации, какой-то телеканал, я не могу понять, что это невозможно, в чем причина, не могу понять. Побогите. Спасибо, Борис. У нас еще звонок, давайте мы ответим и примем следующий потом. хорошо. дело в чем, что на самом деле в традициях нашей страны создавать президентом Лии или кому-то из людей государственных свои каналы это противоречит всяким традициям здешним, понимаете. Это дело частных лиц, частных корпораций и так далее. Другое дело, что, конечно, очень во многом эти средства массовой информации несомненно имеют определенную зависимость от всех владельцев, которые стоят за ними. То есть, ну, это не значит, что им диктуется всякий раз, что говорить, что печатать и так далее. Мы все-таки живем в Америке, а не в тех странах, где такой диктат есть. У нас звонки еще? Да, есть. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы посмотрите по Кейбл-Тиви фильм The Loudest Voice. Это о создателе Fox News. Айли. Айли. Айлз. И вы увидите, как была создана эта телекомпания Fox и как повлиял этот человек на жизнь в Америке. И он практически создал Трампа. Вот посмотрите этот фильм. Спасибо. Спасибо. Ну, кстати говоря, я вспоминаю интереснейший фильм о том, как о знаменитом Отергейском деле и о том самом легендарном редакторе, который в то время был Вашингтон Пост. И очень такой этот фильм на документальной основе сделанный. Там очень многие вещи становятся понятными, как что происходило, тем более человек этот главный редактор, сейчас не буду вспоминать его имя, может кто-то из слушателей напомнит. Он был большим другом Джона Кеннеди и так далее и тому подобное. И в общем-то тоже большой любитель женщин и разоблачений. Ну, а разоблачений понятно, что под этот расклад попал очень неплохой президент по фамилии Никсон. У нас еще звонки есть, Игорь. Еще и звонки. Еще, пожалуйста. Да, давайте принимать. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я смотрела тоже этот фильм документальный про Эйлса и очень много смотрю документальных фильмов, особенно последние два года фильмы настолько политизированы Голливудом. Голливуд ведь, вообще-то, говоря, часть дип-стейта. Поэтому у нас идет постоянная пропаганда не только СМИ, но и Голливуд часть вот этого действия. Поэтому то, что мы слушаем, то, что мы смотрим, надо рассматривать через призму, кто это ставит и что делается в нашей стране. А без этого совершенно неправильное представление может быть. Они врут, там это чисто гибельсовская пропаганда 60 на 40, и вот это они употребляют и в этих фильмах. Поэтому то, что они ставят вот это у них эдженда, значит, Мету эдженда, российская карта эдженда, что консервы, белый супремасизм и так далее, все это там применяется, все вот эти составляющие. Поэтому, соответственно, что мы можем ожидать от Голливуда. Спасибо. Спасибо. Давайте мы еще примем звонок, да, потом уже человек ответит. Что ты говоришь? Давайте еще примем звонок, у нас сразу же ответим. Потому что у меня есть что-то сказать еще, да. Слушаем вас. Алло. Слушаем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот что сказать. Значит, вот тут слушатель упомянул, почему Трамп не создает там своих средств массовой информации и так далее. конечно, не Трамп создал, но я просто не для рекламы, а просто действительно потрясена была, когда получила. Есть такая газета The Epoch Times. Значит, это совершенно потрясающая газета. Одни, даже если одни заголовки даже прочесть, это уже просто удивительно. Степень объективности, широта, размах, глубина. Безумно правдивая и интересная консервативная газета. Если вы посмотрите на Google, то вас может испугать, например, что там китайцы тоже участвуют в этом. Но это китайцы, во-первых, это антикоммунисты, это люди, которые обличают режим коммунистический в Китае и вообще коммунистический. Поэтому там есть, конечно, немножко про китайского, но именно не про китайского, а вот таких совершенно правдивых вещей о Китае. Но это абсолютно не про китайское. Просто они участвовали в создании когда-то этой газеты. Это не такая давняя газета, я не знаю, может, два-три года. Хорошо, я понял, спасибо вам. Да, минуточку, я еще хотела сказать. Если выписать за один доллар пробную на один месяц подписку, то с этим месяц первый раз приходят совершенно потрясающие два полотна, которые называются спайгейт. Это на меловой бумаге метровые простыни, на которых весь спайгейт, а на обратной стороне схематично все это нарисовано. Это одно стоит выписать даже на месяц. Спасибо. Если кто-то захочет, и, кстати говоря, да, действительно, если у кого-то есть идеи, какие консервативные издания стоит читать, рассматривать, для того, чтобы, ну, по крайней мере, с этой точки зрения еще в большей степени быть знакомыми, то, да, готов выслушать. У нас все линии горят, не теряйте надежды, дорогие слушатели. Сейчас я буквально несколько слов скажу. Дело в том, что консерваторы тоже консерватором рознь. Я во второй части вам приведу несколько цитат. Ну, цитат, извините, из себя, потому что на Фейсбуке иногда что-то приходится писать, когда сильно задевает нечто. но я вот что хотел сказать, что вот в том издании, которое, возможно, вам знакомо, а если нет, то всех прошу заходить на continentusa.com, у нас очень много интересных и хороших авторов. Я буду очень благодарен и признателен, если вы будете более активны, так же, как вы активны, когда мы ведем передачи. то есть предлагайте, пишите нам, предлагайте, с кем вы хотели бы встретиться, кого из авторов, вы знаете наших авторов, часть из них у нас в эфире, вот тут выходит в передачах это, Игорь Гиндлер, и Михаил Герштейн, Елена Пригова, я могу долго перечислять, Борис Гулько и так далее, и так далее. Если у вас есть какие-то идеи, помните о том, что Америка 2020 и это очень близко, и мы будем очень рады, если в этом процессе будете участвовать вы, наши читатели и слушатели. А сейчас я готов еще на один вопрос ответить, потом мы уйдем на рекламу. Как раз наши радиослушатели решили тоже, очевидно, послушать рекламу, сейчас звонков нет, да, и у нас уже осталось. Давай тогда послушаем и вернемся к этому вопросу. Тогда да, у нас сейчас небольшая рекламно-информационная пауза, оставайтесь с нами и сразу же после маленького перерыва мы обязательно продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Напомню, телефон прямого эфира 847-400-5200. Игорь, можно продолжать, но у нас уже есть звонок. Принимаем или вы ответите? Как я обещал, а потом я одну вещь хочу прочесть. Ну, будет время. Да, слушаем вас. Мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Приглушите, пожалуйста, радио. Приглушите радио, пожалуйста, мы вас очень плохо слышим, уважаемые радиослушатели. А сейчас слышно вас? Радио всегда выключите, и будет все хорошо. А у меня радио нет никакого. в общем-то. Ну, попробуйте поговорить еще раз. И я хочу сказать, что есть хороший ресурс такой, американский мыслитель, онлайн ресурс, American Thinker. Да. Там довольно интересные статьи очень бывают. Да, да, как у вас наш автор, и вы сказали, что какой-то ресурс у вас USA.com, это вообще, по-моему, совершенно другой ресурс, там нет ничего подробно ничего сказать. Спасибо за ваше звонок. Хорошо, вот смотрите, что происходит. Опять же, говоря о том, что с одной стороны мы видим консерваторы, с другой стороны либералы, так называемые либералы, это скорее всего не надо, это хорошее слово, портить, потому что сдвинулись понятия, скорее будем говорить о левых людях, левой идеологии, с мышлением таким, иногда социалистическим, коммунистическим, каким угодно, но не либеральным, потому что все-таки либерти есть слово хорошее. Так вот, прочту вам буквально один небольшой кусочек из того, что я написал у себя в Фейсбуке, приглашаю на свою страницу, вы меня легко найдете, Игорь Цесарский, или найдите там континент медиа, так вот, значит, читаю, отписался в Твиттере от одного популярного чикагского радиоведущего, фишкой которого является непременное упоминание своего краткосрочного, в скобках, одна каденция, пребывания в Конгрессе в качестве члена палаты представителей от республиканской партии. Вообще-то, мне импонируют люди, которые не засиживаются на десятки лет в Конгрессе и не только там. Но в данном конкретном случае я могу предположить, почему у этого красноречивого шоумена не нашлось достаточной поддержки для победы на выборах после двух лет отсидки на Капитолийском. Флюгером быть, по-видимому, не зазорно, но лучше на крыше. Кстати, зовут его Джо Волш. Джо Волш. 5.60 Э.М. Это радиостанция. Вот я ему посвятил такое небольшое свое Ф, как говорится. Почему? Потому что те, кто слушает эту волну, хорошую волну, где выступают кроме упомянутого Волша Денис Преггер, потом Там и Хеннити, там очень серьезные консервативные ведущие. Ну вот и он в том числе. Вот, кому будет интересно, я могу подробнее рассказать, почему у меня вот такое появилось отношение к человеку, который я, в принципе, слушал и на чей твиттер был подписан. И еще одна совсем маленькая реплика. Метаморфоза. Совсем еще недавно радиостанция Голос Америки боролась за свободу с империей зла, также известной как СССР, а ныне с президентом Трампом. Вот что получается в данном случае, когда я говорю и пишу о Джо Волше, то я имею в виду следующее. Человек, который называет себя консерватором, который, в общем-то, если опять говорить о повестке дня, консервативный, он придерживается ее, у него много было достаточно таких интересных эфиров, которые я слушал. Ну, человек, я уж не знаю, что его обидело, стал очень жестким оппонентом президента Трампа и вот примкнул к тем самым Нево-Трамперам и с удовольствием выходит в эфир СНН, где обличает, изобличает, они его с удовольствием, конечно, выслушивают, потому что, когда из противоположного лагеря человек подобным выходит, это радует сторону другую. Вот, но это мы берем, то есть, англоязычную часть, мы берем мейнстрим и медиа, которые относятся к тем основным медийным ресурсам в нашей стране. А вот «Голос Америки», в частности, про него я написал, имея в виду в том числе русскую редакцию, потому что если наши радиослушатели, которые в возрасте и со стажем, прекрасно помнят, чем была эта станция для нас, людей, которые хотели услышать хотя бы словечко правды, ловили ее на своих спидолах и других приемниках в Советском Союзе и слушали, слушали и что-то, что-то потом обсуждали, анализировали, что-то узнавали. И что теперь произошло? Радиостанция, которая живет за счет бюджета американского, за счет налогоплательщиков. То есть содержится всеми теми, кто платит налоги в этой стране. И вот эта радиостанция государственная, она вдруг выступает в качестве пропагандиста, причем пропагандиста какого? Который борется с действующим президентом, причем если вспомнить всего лишь несколько лет назад, то тот же голос Америки был абсолютным, скажем так, ну, обамафилом, то есть все их материалы были весьма уважительного свойства, когда они касались президента Обамы. Не правда ли интересно, да? Так вот, когда происходят такие вещи, где мы говорим не сколько о журналистике, о качестве работы журналиста, о честности журналистской, а мы говорим о том, что это в большей части пропаганда, и те средства массовой информации, которые из журналистских превратились в пропагандистские, вызывают естественное чувство отторжения, будь они на английском языке, будь они на русском, и мы считаем своим долгом, делая свои проекты, то есть выпуская бумажные издания, интернет-издания, какие-то эфиры проводя, мы считаем своим долгом говорить исключительно то, что мы думаем, во что мы веруем. Некоторые говорят, да, у вас некритичное отношение к президенту Трампу, это неправильно, нет, оно критичное. Какие-то вещи в его нисколько даже повестки дня, в каких-то особенностях его личности, они могут не нравиться по любым эстетическим каким-то свойствам и прочее, прочее. Какие-то твиты его могут быть и несвоевременные, и не очень точные, и так далее, и так далее, но это его форма общения со своим избирателем, со своим читателем, и, кстати говоря, подписчиков на его твиттер значительно больше, чем на твиттере любых поп-звезд и так далее, которые обычно всегда опережают в этом деле. Так не главное то, что что-либо конкретные какие-то вещи отдельные нравятся или не нравятся. Нравится другое, то, что человек в отличие от большинства политиков и политиканов еще до выборов озвучил то, что он собирается делать, и с этой дороги он не свернул, да, он это делает, но он делает настолько, насколько возможно, потому что у нас в общем-то президентская власть это власть человека, власть исполнительная, но один человек и его аппарат не решает все как в тех странах, где есть диктатура фактическая, где действительно один человек может практически решать судьбу мира, войны и так далее. Поэтому все те претензии, которые ему предъявляют, зачастую они несправедливы. Мы следили за вот этой бесконечной русской сагой больше двух лет. Но как это не прискорбно сейчас озвучивать, кончилась она таким пшиком, что прискорбие из-за того, что общество столько лет отвлекали от чего-то реального. Да, вот Володя мне подсказывает, что я звонок. Ну, хорошо, я готов принять звонок. Даже несколько звонков у нас. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вам такой вот. Вы говорите о том, что пропаганда, а вы тоже самое занимаетесь пропагандой. Скажите, когда последний раз у вас на вашем радио был человек, который на стороне демократов? Так, я отвечаю. Хорошо. Значит, вы говорите, что мы пропагандисты со своей стороны. Окей. Готов ответить. Значит, и на этом радио никому никогда не закрывали в общем-то рот. У меня среди моих собеседников вполне встречаются люди иных убеждений. это если вы, так сказать, посмотрите на историю, на архивы моих лично передач, то вы таких найдете. Это во-первых. Во-вторых, у меня случаются еще эфиры на телевидении, которое называется RTVI. есть Нью-Йоркская студия, которая периодически меня приглашает освещать какие-то события и так далее. Давать так называемую экспертную оценку. Так вот, вот так вам скажу о том, как там иногда происходят дискуссии буквально в двух словах. Было обсуждение, это было, наверное, пару месяцев назад, примерно так, было обсуждение как раз окончания вот этой всей упомянутой мной саги, и то, в чем Мюллер в итоге вышел к Конгрессу, к американскому народу. И мы это обсуждали, я высказал свои соображения, и человек, который был назван членом демократической партии, заявил буквально следующее, что он абсолютно не удовлетворен окончанием этого расследования, что спецпрокурор Мюллер просто недостаточно хорошо все искал, что все равно по его убеждению было препятствование правосудию и так далее и тому подобное. Ну, что естественно, этот негодяй Трамп, так он и говорил, он завязан по уши с президентом Путиным, он его ручной, ручной, игрушка его, в руках этого президента российского, понимаете, вот что с этим человеком, по-хорошему, если взять, когда интересный, серьезный оппонент, с ним можно о чем-то спорить, что-то ему излагать свою точку зрения, он будет излагать свою, но что я мог сказать, мне пришлось сказать человеку следующее в этом эфире. Радуйтесь, согласно окончанию этого расследования, что президент, который сидит в этом Белом доме, он не шестерка путинская, и никакого сговора не было, он наш настоящий американский президент, любите вы его или не любите, но он президент, а следовательно уважите. Окей, у нас еще звонки? Да, у нас еще несколько звонков, мы вас слушаем, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, Игорь, я с вами совершенно согласна насчет Джо Волша, сначала я его слушала как бы с таким удовлетворением, а последнее время он даже сам заявил, мне очень на меня или мне жалуются, или на меня жалуются, что я встал в Райна, но нет, нет, я не изменился, я остался такой, как он был, так это же еще хуже, получается, вот таким, как он был, есть сейчас, он и был, он просто скрывал это, так получается, и, значит, такие подозрения не только у меня, как бы, а очень, и у вас, и у очень многих людей, и хуже всего, что вот под личиной, вроде бы, консерватора, он распространяет вот эти вот идеи левые. вот, совершенно верно, и вот вы, когда его слушали, первое меня кольнуло, когда он рассуждал по поводу стены, да? Да, да, да. Помните, когда он говорил, как он может идти против закона, но не дает, конгресс не утверждает, он не может, он не имеет права нарушать законы, обходными путями искать эти деньги и так далее. Это меня поразило, то есть, с одной стороны, до этого всегда он ратовал за то, чтобы мы закрыли действительно эту границу, да, и так далее. Ну, как любой консервативный ведущий. И вдруг такое вот заявление, ну, когда он еще случился у Трампа ретвит по поводу Джеффри Эпштейна, да, артист написал, Трамп сделал ретвит, и тут Волж по полной, как говорится, программе выпустил весь яд, сказав, что как президент имеет право бывшего президента вот таким образом подозревать, но мы же тоже не обвиняем, мы же не говорим, что Билл Клинтон залез в камеру и удушил своими руками Джеффри Эпштейна, мы об этом не говорим. Но когда идет разговор о том, что смерть-то очень странная, почему консервативный ведущий при этом переводит стрелки на президента Трампа? Как вы думаете? Я думаю, что он получает деньги. Вот это моя мысль такая, что он получил финансирование от демократической партии. Прекрасно, прекрасно. Вот понимаете, какая штука? Поэтому, когда я слово флюгер употребил в своем фейсбуковском посте, в своей реплике, именно это я имел в виду, вы замечательно подтвердили мои какие-то собственные мысли. Но почему я был вот таким образом тоже раздосадован, возмущен, потому что этот ведущий, он в какой-то степени имеет большую аудиторию. И он по аудиторию будет всячески выделяет. которые его слушают, есть голова на плечах. Я поняла, что если не только, как он, пожалуйста, его называют Райна, значит, это очень многие люди заподозрили в нем вот это качество. Да? Но дело в том, что вот таким образом убивается репутация. На самом деле, я вам приведу один очень интересный пример. Вот не так давно был у меня в эфире известный российский политик, а теперь вот человек, который переехал в Америку и ждет решения своего вопроса, Константин Боровой, известный многим нашим слушателям. И вы знаете, вот интересная вещь, как и любой российский либерал, Константин Натанович очень как-то вот с большим сомнением отзывался о приходе Трампа в Белый дом. Но по прошествии некоторого времени его позиция резко поменялась. Но он разобрался? Он разобрался. Он был полгода в Калифорнии в то время. Он пожил, он посмотрел и как умный человек. Он начал какие-то факты сопоставлять и так далее. И потом он политик со стажем и разбирающийся. И он увидел, что к чему. То есть зерна отплевел, отделил. И вот когда человек в состоянии даже какие-то свои ошибочные суждения исключить из вот своей нынешнего, с нынешних взглядов на какие-то вещи, это нормально. Не обязательно быть твердолобом, условно говоря, коммунистом или твердолобом каким-нибудь, я не знаю, либералом до конца дней своей. Все меняется. Но когда в той ситуации, которую мы говорим вот в данном случае про Волша, явно торчат уши заказа, вот тут большой вопрос. И вот как наш радиослушатель сказал относительно того, что вот на этой радиостанции совсем не бывает людей иных взглядов. Ну, во-первых, такие люди постоянно так или иначе звонят. Правда же? нам... Ну, один из них только что к вам звонил. Да, ну, вот. Никто ему не дает, то есть никто его не... Никто не закрывает рот и не блокирует его звонки, да. Да, более того, я вам скажу еще такую вещь. Уже сколько-то лет назад я приглашал в эфир прекрасного моего друга, художника, очень серьезного делается инсталляции, там, которые за очень-очень большие, как говорится, деньги уходят и так далее. Это Дэвид Датунова в Нью-Йорке. Ну, как многие нью-йоркцы, он близок больше к либеральному крылу, и он... Это было вот только-только начало правления там, Обамы, когда он еще для многих был таким обояшкой и прочее, и Дэвид на свою голову сказал, что он, да, ему нравится этот президент. Что тут началось? Да, на этой же станции, на народной волне, мне начали звонить и говорить, а какое я право имею вот такого позвать? Мне было странно это слушать, я сказал, что я имею право то самое. Если это час, который мой, я им распоряжаюсь так, как я считаю нужным. Если это как-то не совпадет уже с мнением радиостанции, и мне это выскажется и прочее, то тогда просто мы закончим сотрудничество. А вы знаете, почему вам так сказали? Почему? Потому что на всех остальных радиостанциях, ну, даже русскоговорящих, именно превалируют приверженцы левой идеи. Да. Поэтому стараются сохранить эту территорию для правой. это правда. Но дело в том, когда мы приглашаем вменяемых людей, то с ними можно разговаривать и нужно разговаривать. И пытаться их переубедить. И даже не переубедить, потому что вот у этого Дэвида он не то чтобы был, скажем так, апологетом от демократической партии и так далее. Но он просто в какой-то степени за какие-то мирные отношения между этими двумя основными нашими партиями и так далее. Он имеет право на свою точку зрения. Но это не значит, что мы не можем выслушивать и приглашать и так далее. Вопрос другой. Что мы тут же говорим, что мы в этом плане умнее, шире. Потому что действительно когда это какие-то левацкие станции и так далее, вы там консервативных людей не увидите. Окей. Спасибо за ваш звонок. Давайте мы еще примем у нас Ахейс. Слушаем вас. Добрый день. Алло, здравствуйте. Я хочу ответить Феликсу, который сказал, что на этом радие не бывает представителей левого крыла. Я хочу сказать, что достаточно, когда звонит Феликс и что-то такое там мямлет, какую-то ерунду, и потом приглашали вот эту вот женщину адвокат, господи боже мэтта фамилия андина, невозможно было слушать. Понимаете, у них же нету программы. Человек, который способен к логическому мышлению, сразу разберется. У них какая программа? Открыть границы и повысить налоги. И в основном они против Трампа. Почему? Все. Трампофобы. Больше ничего нельзя о них сказать. Вот это вот леваки и это демократы сейчас. И потом, как может честный человек состоять в этой партии, когда там находятся четыре ведьмы. Ну вот вы мне скажите, и кроме того, что они там находятся, и все их поддерживают, это же просто караул. Это караул. Вы знаете, интересная вещь, кстати, вы упомянули про название их ведьмами. Это вы даже я бы сказал, вот ведьмы это не всегда так плохо, как плохо с ними. Наверное, наверное, можно более такое найти определение. Вот, но дело в чем. это я еще прибегла к эфонизму. Я бы их назвала еще похуже. Я понимаю, я понимаю, вы политкорректно это сделали, спасибо вам. Абсолютно. Понимаете, невозможно слушать, потому что когда включаешь СНН или какие-то другие станции, или выступает по нашей славы тебе, Господи, народная волна, это же можно просто, понимаете, глоток кислорода. Спасибо вам. когда выступают вот эти леваки, вы знаете, начинают просто тошнить, и человек нервничает, я, например, не нервничаю, я не могу спокойно к этому относиться, когда человек заведомо говорит глупости, и если он не понимает, что, понимаете, или он именно недалекий человек, опять-таки, поликорректно, или он проплачен. Да? Вот третьего не дано. И так бывает, либо вот такие глубокие заблуждения, с которыми только психиатры могут сладить, но, к сожалению... Совершенно точно, да. Понимаете, это уже просто, да, это болезнь, наверное, какая-то, но я в это не верю, я считаю, что это люди больше проплаченные. Спасибо вам за вашу... Потому что настолько это ярко, понимаете, настолько демократы себя унизили, они просто показали свое звериное лицо. Больше я ничего не могу сказать. Это еще самое вежливое. Ну, посмотрим. Кстати говоря, у меня были на сей счет споры, что вот в следующем году некоторые более миролюбиво настроенные мои друзья и коллеги и соратники, я бы сказал, говорят, что в 20-м году эти демы очистятся вот от таких, как Ильхан, Амар, там и так далее, что там все сделают для того, чтобы дискредитация этой партии прекратилась. Но я так бы не сказал. Я думаю, что там может только все усугубиться и вместо четырех появятся и следующие, и следующие. Почему? Потому что уж очень серьезно влево качнулось наше общество и потому я хотел еще раз напомнить. Напомнить то, с чего я начал сегодняшний разговор. Я был бы очень вам всем признателен, кто слушает, кто неравнодушен, кто хочет хоть чем-то и как-то участвовать в том самом политическом процессе. Своим я не знаю, это может быть реплика на нашем сайте, это может быть присланный нам какой-то материал, это может быть участие вот такое же, когда мы ведем свои передачи, как вы когда вы звоните. Это может быть могут быть ваши предложения, кого бы вы хотели услышать, потому что возможности у нас существуют, с очень многими людьми мы в состоянии связаться лично, без каких-либо посредников и пригласить их, и вы их не услышите, подсказывайте темы, потому что 2020, как я говорю, вот эта рубрика, которая появится на нашем сайте continent.usa.com, кстати, если вы зайдете, вы увидите, вам будет предложено подписаться на наши рассылки, вы можете это сделать, потому что в рассылках мы, это как бы небольшое напоминание о том, что вы можете прочесть, то есть любые ваши предложения, любая ваша критика, если она объективная и по-доброму, будут приняты с большим удовольствием, и я как-нибудь опять в прямом эфире, вот так в одиночестве без привычных собеседников с вами поговорю, и может мы общими усилиями что-то хорошее сделаем. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч. Спасибо, Игорь, до свидания. До свидания.